Библиотека номер 18 Северного округа предлагает послушать сказку Геннадия Циферова, о чем рассказал паровозик, а затем все вместе смастерить свой ромашковый поезд. Я помню в детстве лишь то, что меня всегда называли чуточку странным. Вот другие паровозы, они всегда приходили и уходили вовремя, и никто их не ругал. Я же вечно всюду опаздывал, и меня не раз наказывали за это. И все-таки детство есть детство, и оно всегда счастье, несмотря на все наши пропуски и опоздания. Вот, помнится, был легкий весенний день, а меня только что предупредили. Смотри, если хоть раз еще опоздаешь. И, конечно же, я дал честное паровозное. Но едва отошел от станции, смотрю в лес, а там ландыши. Ну, я и остановился. Пассажиры шумят. Мы же опаздываем. А я отвечаю. Коли на станцию опоздаем, это ничего. Но вот если не увидим первых ландышей, то опоздаем на всю весну. Ну, конечно, согласились пассажиры и пошли в лес. К ландышам. Мы поехали дальше. Ехали, ехали. И вдруг соловей в роще. Я опять остановился. А пассажиры шумят. Мы же опоздаем. И вновь я говорю. Граждане, коли опоздаем на станцию, это ничего. Но вот если мы не услышим соловья, то опоздаем на все лето. Да, да, согласились пассажиры и стали слушать соловьиное пение. Поехали дальше. Ехали, ехали. На горку поднялись. И вдруг восход в небе. Дивный такой. Ну, как тут было не встать? А когда пассажиры снова подняли шум, я им сказал. Да, на станцию мы уже опоздали. Но если мы не увидим такой восход, кто знает. Быть может, опоздаем на всю жизнь. И со мной теперь никто не спорил. И такая это была прекрасная поездка. Только я все думал. Наверное, меня уволят. Однако, когда начальник станции поднял флажок, все пассажиры попросили его. Не надо. Но вы же опоздали, возмутился начальник. Ну и что? Пожали плечами люди. Мы опоздали всего лишь на станцию. А могли опоздать на всю весну, на все лето, на всю жизнь. А теперь дети и родители смогут смастерить свой ромашковый веселый поезд. Для изготовления вам понадобится плотная цветная бумага или картон. Можно даже использовать открытки. Ножницы, клей, циркуль, линейка, карандаш и фигурные дыроколы. Сначала сделаем паровозик. Для этого лист формата А4 разрезаем пополам. Одну отрезанную часть сгибаем пополам. По длине сгиба находим середину и делаем пометку. От намеченной точки откладываем отрезок 40 мм. По намеченной линии разрезаем. Напоминаю, что все изменения и надрезы делаем от линии сгиба. Одну часть загибаем. Затем расправляем лист и снова складываем таким образом, чтобы из одной части получилась кабина машиниста. А вторую часть оформляем в виде кармашка. Из красного картона вырезаем круги для колес. Два круга диаметром 70 мм и два круга диаметром 50 мм. По шаблону вырезаем деталь трубы длиной 140 мм. Форма трубы может быть разная. Деталь трубы сгибаем пополам по широкой части. Из желтой бумаги вырезаем две детали окон. Длиной 50 мм и шириной 30 мм. Форму окон тоже можно сделать любую. Наклеиваем детали окон с двух сторон кабины паровозика. По верхним срезам окон наклеиваем красные полоски длиной 60 мм и шириной 5 мм. Это будут козырьки, чтобы уберечь окна от дождя. С помощью линейки и карандаша размечаем линии приклеивания колес к паровозу. Необходимо, чтобы колеса были на одном уровне, чтобы устойчиво стояли на рельсах. По намеченной линии приклеиваем колеса с обеих сторон. Приклеиваем трубу внутрь кармашка складки спереди, перед кабиной машиниста. Сначала с одной стороны, затем с другой. С помощью фигурных дыроколов вырезаем ромашки. Украшаем ромашками все четыре колеса. Маленькими цветочками сам паровозик. Наш паровозик настолько добрый, что даже бабочки не боятся садиться на трубу. Паровозик очень любит путешествовать с друзьями. Поэтому для друзей мы смастерим разноцветные вагончики. Количество вагончиков может быть любое. Для вагончиков понадобится 1 четвертая часть листа формата А4. Цвета подбирайте по вашему вкусу. Листы сгибаем пополам. Со стороны сгиба загибаем полоску шириной 15-20 мм. Расправляем детали и складываем таким образом, чтобы сверху получился небольшой кармашек. Вырезаем из красной бумаги круги диаметром 50 мм. Это будут колеса для наших вагончиков. Намечаем линии приклеивания колес с помощью линейки и карандаша. Приклеиваем колеса с обеих сторон вагончиков. Следите, чтобы вагончики стояли ровно. Украшаем колеса ромашками. А теперь вырезаем окна для наших вагончиков. Размер квадратной детали 20 мм. Наклеиваем синие окна на желтый вагончик. А желтые окна на зеленый вагончик. Для соединения паровозика с вагончиками вырезаем две детали сцепления. Размер полосок длиной 180 мм и шириной 10 мм. Наклеиваем полоски с внутренней стороны нашего состава, разложив паровозики и вагончики на одинаковом расстоянии друг от друга. Ставим наш ромашковый пояс на колеса. В кармашки-складочки можно вставить картинки с мультяшными героями, а можно положить небольшие конфетки. А теперь отправляйтесь в путь навстречу прекрасному. Субтитры подогнал «Симон»!